Добрый день! В этот дождливый, но все-таки прекрасный летний день мы продолжаем разговаривать о гортензии. Мы говорили с вами о садовой метельчатой и древовитной. Теперь настала очередь черешковой. Это необычная гортензия, достаточно сказать, что это не дерево и не кустарник. А лиана? Да-да, вы не ослышались. Жизненная форма этого растения именно лиана. С помощью присосок и воздушных корней она цепляется за дерево, стену или какую-нибудь еще опору. И таким образом может достигать 20 метров. Правда, в нашем регионе выше 4 метров я пока еще не встречала. Интересен ее естественный ареал. Удивительную лиану можно встретить на японских островах Кореи и в Поднебесной. В нашей стране в диком виде можно встретить на Курильских островах и Сахалине. Однако в природе она встречается редко и занесена в Красную книгу. В культуре черешковая гортензия известна еще с конца 19 века. Вообще о черешковых гортензиях я могу говорить до бесконечности. На сегодняшний момент это одна из моих самых любимых лиан, отодвинувшая на второй план даже древогубец. Если вам нужно задекорировать ствол дерева, бетонную или кирпичную стену, то более эффектного растения не найти. Черешковая гортензия интересна еще тем, что эффектно смотрится не только весной, летом или осенью, но и в зимний период. У этого растения очень фактурные стебли. И несмотря на то, что растение зимой стоит без листьев, она все равно является украшением вашего участка. Отцветение. Крупные соцветия, иногда до 30 сантиметров, с очень приятным ароматом, придадут очарование вашему участку вечерние часы. Однако нужно учитывать некоторые особенности этой лианы. Ну, во-первых, ей нужно показать ее опору, как бы задать направление. Если древогубец способен сам добраться до опоры, даже если опора находится на расстоянии нескольких метров, то с черешковой гортензией такой номер не пройдет. Зато если изначально лишить ее опоры, то какие фантастические газоны из нее получаются. Потрясающее почвопокровное растение. А в момент светения, когда над землей возвышаются ее крупные соцветия, создается впечатление инопланетного ландшафта. Что касается зимостойкости. Черешковая гортензия достаточно зима и морозоустойчива. В литературе встречается информация, что в суровые зимы могут подмерзать ее концы. Однако за последние 16 лет я не видела ни одного подмерзшего экземпляра. Возможно, мне просто повезло. По агротехнике почти все то же самое, как и с древовидной, метельчатой и садовой гортензиями. Предпочитает кислые почвы, требовательных влажности, мерится с затененными участками, не переносит щелочных почв. Так же, как и остальные гортензии, мало повреждаются вредителями и грибными заболеваниями. А по черенкованию ее можно считать лидером среди всех остальных гортензий. Почти стопроцентное укоренение. Однако, есть небольшой нюанс. Дело в том, что молодые экземпляры очень медленно растут. Первые несколько лет жизни они наращивают корневую систему. Менее зимостойкие, чем взрослые растения. А вот начиная с 5-6 летнего возраста, картина кардинально меняется. Растение не только дает большие приросты, но и чем старше, тем обильнее цветет. Поэтому, возможно, имеет смысл покупать уже более крупные растения. На этом все. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите свои комментарии. И расскажите о своем опыте с черешковой гортензией. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!